Ответственность за нарушение требований охраны труда. Ответственность за нарушение требований охраны труда – это административное наказание, которое несет работодатель и ответственные лица на предприятии. Штрафовать могут также должностных инженеров. Каким образом проходит проверка? Защита прав трудящихся регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, а конкретно статьей 419. Ее краткий пересказ гласит, что любой работник имеет право трудиться в комфортных для себя условиях. Работодатель или лицо, несущее такую ответственность, должно обеспечить ему комфортное рабочее место, организовать соответствующий всем нормам рабочий день. Нарушение норм охраны труда – если он этого не сделает, то согласно КААП на него могут налагаться штрафные санкции. Самое серьезное наказание – уголовная ответственность на определенный срок. Проверка проходит на предприятии без предупреждения. Иногда ее могут направить по жалобе работника или после какой-то аварии. Руководитель обязан предоставить все необходимые документы и ознакомить комиссию с предлагаемыми условиями. Члены группы также делают все необходимые замеры, обращая внимание на микроклимат и степень освещенности. Если обнаружено правонарушение, нарушитель обязательно должен быть наказан. Вид взыскания подбирается индивидуально в зависимости от тяжести преступления. Важно! Ответственность может понести и нарушающий работник. Его также могут отштрафовать или уволить. Охрана труда – виды ответственности. Чаще всего комиссия назначает штраф за нарушение техники безопасности. Однако в некоторых случаях нарушитель получает более серьезное или более легкое наказание. Дисциплинарное взыскание чаще всего применяется не к работодателю, а к работникам, которые сознательно нарушили правила и нормы охраны труда. Оно накладывается на нарушителя за невыполнение и несоблюдение норм при условии, что на предприятии он уже расшел обучение и имеет право приступить к работе. Кроме того, подобная ответственность грозит, если он не выполняет свои обязанности, неправильно делает работу и намеренно что-то портит, поскольку ему лень что-либо делать. Важно! Если вина работника не очевидна, создается специальная комиссия и проводится проверка. Главное правило – наказать человека, чья вина еще не доказана, незаконна. За это может пострадать уже работодатель. Возможно следующее наказание – выговор, временное отстранение от работы, увольнение. Иногда работника могут перевести на более низкооплачиваемую должность на определенный срок. Материальная ответственность в трудовом договоре при принятии работника на должность обычно прописывается пунктом материальной ответственности. Ему вменено какое-то имущество и он должен сохранить его в любом случае. Он также не должен делать ничего, что может повредить другим сотрудникам. Важно! Наложить ответственность нельзя, если обнаружено отсутствие злого умысла. Работник не должен платить, если авария случилась в ходе обычных хозяйственных рисков, а лед. Ответственность снимается, если он вынужден был обороняться, поскольку была угроза его жизни и здоровья. Наконец, ответственность несет не работник, если предприятие не обеспечило должных условий для хранения. Материальная ответственность отразумевает выплату определенной суммы денег. Работник должен выплатить все необходимые деньги предприятию, если из-за него пострадало имущество. Также человек выплачивает все необходимые компенсации пострадавшим, обеспечивая им должное лечение от последствий аварии или катастрофы. Штраф из-за нарушения требований охраны труда В 2018 году комиссия имеет право налагать штраф на должностное или юридическое лицо в размере, зависящем от тяжести правонарушения. О том, какой штраф будет можно узнать в соответствующих документах во время судебного заседания. Административная ответственность Предусмотрена такая ответственность Отсутствие нормальной оценки условий охраны труда для предпринимателей и работников 510000 для компаний от 60000 до 80000 рублей. Работа без обучения при наличии каких-либо мешающих работе заболеваний для физлиции П-15000-25000 для организаций 110 тысяч 130 тысяч рублей. Отсутствие средств индивидуальной защиты для физлиции П-2000-3000 для организаций 130 тысяч 150 тысяч рублей. Повторное нарушение за короткий срок для работников и предпринимателей – 300000-4000 для юрлиц – 100 тысяч 200 тысяч рублей. Оплатить штраф можно в банке или на сайте налоговых органов. Уголовная ответственность При ярых нарушениях, повлекших к смерти или серьезных травмам сотрудников, возможно наложение правовой уголовной ответственности. Нарушителям грозит до 90 суток срока. Иногда уголовную ответственность могут заменить исправительными работами. Обратите внимание, порой сроки могут измеряться годами, если обнаружено повторное нарушение, повлекшее за собой достаточно серьезные последствия. Как сообщить о нарушении норм охраны труда? Подать жалобу имеет право любой работник, трудящийся на этом предприятии. Если ему кажется, что работодатель действует не в соответствии с ТКРФ, не организовал нормальное рабочее место и так далее, он имеет право подать заявление в региональную инспекцию. Жалоба в прокуратуру порой при невыплате заработной платы целесообразно описать в прокуратуру. Если же работник узнал о том, что на предприятии будет какое-то серьезное преступление, заявление уже следует подать в полицию. На заметку, на обращение должны среагировать в течение не нескольких недель. Еще одна возможность подать заявление в местный суд. В таком случае оно должно быть составлено по форме. Обычно, чтобы выиграть дело, для создания жалобы работники привлекают профессиональных юристов. Изменения в законодательстве. Начиная с 2014 года штрафы для юридических и физических лиц ужесточили. Также для работодателя была введена материальная и дисциплинарная ответственность. Он обязан выплатить сотрудникам всю задержанную зарплату, уволить сотрудника, чьи действия привели к какой-то катастрофе. При этом в ближайшее время никаких изменений не планируется. В 2019 году ответственность останется такой же. Чтобы избежать штрафа за нарушение норм охраны труда, необходимо руководствоваться нормами Трудового кодекса РФ. Нельзя допускать задержек зарплаты. Следует правильно организовать рабочие места, чтобы те соответствовали всем требованиям безопасности. Звездочка данная актуальна на июнь 2018 года.